Я на качках, символирующих зрение человека, выпившего два бокала пива, увидите дорожную ситуацию глазами водителя и сможете оценить, насколько вам видны знаки дорожного движения, разметка, поведение пешеходов на улице. Посмотрев и рассказав нам, мы вместе увидим адекватность восприятия. Попробуем, попробуем сейчас, давайте. А можно я присяду хотя бы? Я сажусь за рулем. Так. И что? Хорошо. Я хочу направо поехать. А, нет, прям я там. Ну, там пропусти дорогу, например. Проговое движение сейчас начинается какое-то. Немножко дергается так. Все? Ну, все. Все? Я никого не врядался, как минимум. И какие знаки вы все-таки видели? Я очень много знаков видел. Пропасти дорогу, троговое движение, пешеходный переход. А что я должен был не видеть? То есть вы считали, когда прошли эту трассу, да? Я не вернулся ни в кого, как бы там. А что? Для вас в этих очках восприятие дороги было такое же, как если бы вы не видели бедяшку? Ну, в принципе, как бы, вы знаете, я не думаю, что этому году, допустим, будет усталость. Опять же, так же. Это не обязательно пена. Это может быть очень много факторов, на самом деле. Давайте, давайте, давайте. Давайте, давайте. Может, допиться до конца, как бы. Это уже две рюмки. Легко. О, два рюма. Теперь, кажется, две мутылки, например. Это, например, две мутылки, можно сказать. Нет, слушай, я так никогда не пивался еще. Надо... Не, ну, ну, че, ну... Не, слушай, так вообще ничего не видно, как бы. Это невозможно, как бы. Да нет, а там замок не откроешь, ну, сам, две машины, как бы. Нет, это не вариант. Комментируй, да? Что происходит? Ну, я вижу, что нет, она, то есть, затуманенная, получается, как пленка какая-то на глазах стоит, но у меня очки, да, то есть я понимаю, это сейчас. Так. Напряженно, ну, понятно, что, то есть, дополнительное напряжение идет, которое, то есть, ну, у меня и задача, да, то есть, если я попытаюсь поставить себя на место пьяного за рулем, да, из серии, то есть, я все равно пытаюсь дойти до дома, да, если я пешком, то есть, из бара выхожу, то у меня, как бы, задача прямолинейная, у меня задача дойти, то есть, я уже не смотрю по сторонам. И, соответственно, то же самое происходит, видимо, и с водителем за рулем, да, когда у него задача только одна, вот прямо, то есть, мне, я вцепился в руль, мне лишь бы доехать. Правильно, он же перед собой такую задачу ставит, он же не ставит, понятно, задачу, там, мне надо врезаться, мне надо погонять, ну, молодежь, может, такую ставит. Я говорю про человека, который хочет добраться до дома, и он не смотрит, факт, факт, ему не надо смотреть на знаки, он смотрит вперед, лишь бы мне доехать, лишь бы меня Гейшин не остановил. Ну, внимание, все равно же... Будете экспериментировать за тяжелым опьянением, Сергей. А можно? Можно? Давайте, да. Может, мы с моим? Давай. Вы живого избариваете? Давай. Макайте другую. Как, нормально за рулем вообще? Нормально за рулем? Какой нафиг руль? Я за рулем? Может, я на стол за рулем? Наверное, за рулем-то ты, я вообще ничего не вижу. Нет, давай я за рулем сяду. Так, нормально? Не знаю, ты за рулем. Ну, нормально как-то, да. Ну, это да, то есть, я вообще ничего не понимаю. Я не вижу. Я не вижу ни разметки, то есть, там пять полос, знаки не видно, автомобили не видно. Где они находятся? Передо мной, слева, справа, сзади. А можно попробовать, допустим, взять вот в этих очках, допустим.